Шабад, шаром, шабад, шаром, шабад, шабад, шаром. Шабад, шаром, шабад, шаром. Вот так вот. Все готово. Слава Богу Святому Слава Иисусу Христу Искупителю нашему Господину Шабата Сегодня я чуть задержался Со всеми приготовлениями И самой этой записью В общем-то тоже задержался Я сейчас разговаривал как раз Слава Богу Вот за скайп За социальные сети Что даже если мы там далеко Друг от друга Мы можем быть близки Вот такой связью Еще и видеть друг друга Разговаривать друг с другом Слава Богу Сейчас разговаривал с супругой Стишками Слава Богу за все Благодарю Бога За милость Его, за благость Его Вот такие сегодня зажег маленькие свечи Вот Шабатные свечи Сегодня был в синагоге Уже поздравил народ Сказал Шабат Шалом Ну и мне тоже сказал Шабат Шалом Взял две халы Сегодня Купил я вот такие две халы Какие чудесные халы Вкусно пахнут они Очень вкусно пахнут Разные взял Халы Мне так захотелось Именно взять разные халы Вот И сегодня Сегодня Вот пятница вечер Начало нового дня Начало Шабата Начало Шабатного нашего собрания Нашего служения И вот Поздравил жену Семью свою поздравил С Шабатом Наступившим уже Шабатом Уже солнце Садится И начинается Шабат Поэтому мы уже так здороваемся Ну а с кем Пораньше допустим Мы Там допустим Расходимся Но Заранее уже Вот как все нового Допустим я уже Еще в обед был Но уже заранее С людьми уже Шабат Шалом Шабат Шалом Они мне тоже Печали Шабат Шалом Вот И Прекрасные такие традиции Сама традиция Как и Многие другие традиции Есть разные традиции Конечно Есть традиции Ну Не к Шабату Сказано будет Ну такие Бесовские Окультные Всякие традиции Чего грех отойти Их тоже Мы часто Так наблюдаем Вот Может некоторые из вас Это исполняют Даже Ну Может даже Не понимая того Как бы это Разная степень Вины Человеческой Тоже в этом Осознанно Неосознанно Чаще всего Неосознанно Чаще всего Даже сатанизм Это как Шоу Такое Знаете ли Вот И Ну есть И такое Посвященное уже Сатанинское служение И вот Сегодня был на рынке Здесь вот На лесовой И Так купил Кое-что еще Вот зелень купил Вот виноград купил Тоже разный Значит там Помидорчики Огурчики Купил Значит там Вот значит там И Сегодня приготовил тоже Суп приготовил тоже Шабак не такой свой И Знаете там Тоже опять-таки Все хорошо Я очень люблю этот рынок Порой можно поторговаться Как бы там Ну и Выбор хороший Вот И вот значит Ну Опять-таки Ложка дегтя На этом рынке Сегодня было тоже Опять Значит Смотрю там Сям Вот этот Хэллоуин Пропагандируется уже На витринах Там вся конечность Висит Значит там Отдельное даже Там есть Такой как бы Отдел Там Прям Много всего этого Выставляется Ну и На вот Там Как идешь Вот такой Вход там Где всякие там Шаурма Всяко продается Всякие такие Вкуснятины делаются Там Кстати там Фалафель Есть В лаваше Нам попробовать Будет Как-нибудь Не знаю Как здесь готовят фалафель Но Значит Посмотрим 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 Значит Мне очень Ну В Одессе Вкусно фалафель Готовят Тоже Я в Синагоге Там брал Фалафель Понравился мне Но Честно говоря Вот из Того что я в Украине Ел фалафель Какой Мне больше всего Понравился Фалафель Именно Львовский Вот Именно во Львове Вот мне больше всего Понравился Очень Вот Моя бабушка Готовила фалафель Хороший Вот Но я хумус Купил сегодня Там И дорогой Хумус Значит Тот Хочу Своей семье Привезти Вот А этот Хумус Сегодня сам Попробуем Тоже Израильский Хумус Хумус Это объедение Хумус фалафелем Особенно Это Кстати Вот Тоже Упущение Забыл Мысль Была Такая В синагоге Спросить Там Магазинчике В той Крамнице Значит Есть ли у них Там Фалафель Может Замороженный Был фалафель Я бы здесь Как раз Его Приготовил Подогрел Вообще Вкуснятина Конечно Еврейская Кухня Она Очень вкусная И Она Такая Очень Деликатная И Свообразная На самом деле Вот Мне она Очень близка Моему желудку Будем так говорить Очень близка Моему нутру Вот И Татарская Кухня Вот И Знаете Вот Традиции Я упомянул Такие Такие Нехорошие Традиции Но есть Так Всяк Традиции Ну Есть Обычные Человеческие В конце Концов Традиции А есть Божественные Традиции Есть Семейные Традиции Допустим Даже А вот Есть Божественные Традиции Библейские Традиции Вот Хотя Человек Умудряется Наверное Все Опохопить И Даже Вот Такие Самые Светлые Традиции Которые Бог дал Вот Человек Может Действительно Довести До маразма Все Религия Действительно Она Является Противоположностью Веры Я в этом Убеждался Много Раз И Убеждаюсь Постоян Убеждаюсь Я Я Об этом Впервые Вот Так Так Немного Председателем РБО Российско-библейское Общество Вот Очень Такой Человек Светлый Порядочный Интеллигентный Человек И Вот Я Очень Сильно Зауважал Его За эту Книгу Которую Он издал Еще Тоже В 95 Наверное Я даже Не помню Точно В каком Году 94 Или 95 Он Издал Книгу Значит Размышления О русской Православной Церкви Побелевшие Нивы Название Еще Есть Побелевшие Нивы Размышления Русской Православной Церкви Очень Интересно И вот Там Одна из Глав Она Как раз Посвящена Противопоставлению Религии И веры Сравнение Вообще Что есть Религия Что есть Вера И он Как раз Очень четко Тоже Подметил В этой книге Так Популярно Объяснил Читателю Благочестивому Христианскому Православному Читателю Ну и Всем Читателям Конечно Вот Что Действительно Порой Это Взаимоисключающие Вещи Конфликты Очень Порой Страшный Конфликт Веры И религии Религия Религары Вот Допустим Я был На Майдане На заложенности Там Написано Свободу Нашей Религии Религии Бывает Разные Религия Это Как Больше Форма Все Таки Религары Попытка Связаться С Вечностью С Богом Религары Как Именно Больше Все Таки Ассоциаций И В том Римском Внешней Традиции С внешней Формы Какой-то Определенной А вера Она Имеется Ввиду Именно Внутренняя Вера Имеется Ввиду Вера Которая Сокровенная И Знаете ли Действительно Так или иначе Но все Веруют Все веруют Абсолютно Неверующего Человека Найти Ну Почти Невозможно Еще и Федор Михайлович По-моему Достоевский Писал Что это Крайне Редко Встречается Абсолютно Атеист Он Думает Что это Либо Абсолютно Негодяй Либо Абсолютно Идиот Но Вообще То Любой Человек Он Верует Как-то Верует Свою Веру Выражает А религия Это То есть Вера Подразумевает Что она Движется Изнутри Из сердца Изнутри Из естества Человека А религия Она Движется Извне На Человека Она Как бы Больше Подразумевает Саму Форму Вот Допустим У меня Сейчас Православная Форма Православного Архиерея Я являюсь Архиепископом Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Сергий Журавлев Прошу любить И жаловать Вот Здесь Вы видите Атрибуты Православной Да Вот это Клобок Я не монах И не монахом Никогда не был Но клобок Ношу Как Архиепископ По должности Потому что В процессе Смешания Монашества С христианством С церковью Официальной С государственной Церковью С государством Самим Произошли Такие Странные Катаклизмы Которые Сегодня Мы вынуждены Учитывать В 21 веке И вот Как православный Реформатор Я Клобок Одеваю Как епископ Хотя Это Больше Ассоциация С монашеским Атрибутом Каким-то Но Архиепископский Клобок Вот Это же не просто Монашеский Клобок Абинар Архиепископский С крестиком Здесь Кипа Кипа Сиониска Такая Кипа Притом Мне ее Подарили Значит На служение После собрания Там Шаббат Был Тоже Шаббат И Это Было Собрание Синагоги Традиционно Больше Синагога Либерального Прогрессивного Иудаизма Синагога Прогрессивного Иудаизма Вот Как бы Там Мне это Подарили Здесь Талит Талис Талит Талит Ну Как покрывало Молитвенное Молитвенное Покрывало Но Опять таки Оно тоже Не очень Обычное Такое Не совсем Такое Традиционное Иудейское Потому что Оно Именно Такое Реформаторское Новозаветное Потому что Здесь места Из Писания Обозначены Которые Не только Из Ветхого Завета Но и Из Нового Завета В частности Вот здесь Второй Коринфянам Обозначено Здесь Исайя Рух То есть Из Старого Из Нового Завета Ну Из Гибли Всех Вот И это Мессианский Такой Табис И Конечно Разные Формы Это атрибуты Разных Допустим Служений Разных Да И Человеку Обычно Свойственно Да Вот именно К Разным Формам Прилепляться И придавать Им особое Такое Значение Вот Иисус Этим Боролся Как Реформатор Его Можно Смело Назвать Реформатором Мы Сейчас В преддверии Собора Вот Этот Шаббат Он Наступивший Уже Шаббат Собственно Он Такой Предсоборный У нас Потому что Уже Воскресенье 29 Число Мы Собираемся На собор В Киеве Здесь В нашей Киевской Архиепископии Вот Поэтому Прошу любить И жаловать Если поспеете Если нет То Уже тогда 30 И 31 Онлайн Будут Такие Трансляции Будут Заседания Здесь же В Киеве Проходить Вот Рабочие Такие И Так вот Дамы и господа Значит Вот в эти дни Конца октября И вообще Вот в этом году 17 Вспоминают Вот 500-летие Содня начала Великой Реформации И обычно Вспоминаем мы Кого? Лютера Конечно же Мартина Лютера Вспоминаем Добрым словом Вот Конечно мы не говорим Что И я точно Тоже не говорил Никогда И не говорю Что я человек Идеальный Человек Такой же Как мы Все Люди Знаете ли Это не был Ангел с неба Это не был Идеальный Какой-то Супермен Это был Обычный Мэн Обычный человек Обычный мужчина Который Отдал свое сердце Господу И служил Как мог Как он понимал Как ему Было открыто Служил Господу И Вот То что он Делал Во многом Да Оно очень Благоставило Христианство Соло Скриптура Одно чего стоит Знаете ли Вот Авторитет Писания Вот Возвращение К авторитету Слова Божьего Это Стало Просто Революционным Для той эпохи Вообще Это стало Как сейчас говорят Бомба Поражение Такое есть Бомба На самом деле Вот Вспоминаем Других реформаторов Ульриха Цвингли Вспоминаем Добрым словом Да Жанна Кальвина Конечно же Да Реформатор С большой буквы Даже многие Даже противники Реформации Того времени Признавали Что именно Вот Работы Кальвина Его Деяния Как бы Да Его труд На Ниве Божьей Он сделал Реформацию Необратимой Вообще Ну Как бы Базу такую Мощную Такую заложил Для Вот именно Значит Точное изложение Христианской веры Одно чего стоит Это как бы Ну Одна из лучших В христианстве Книг вообще Вот В истории Мирового христианства Без всякого сравнения Знаете ли Даже Многие труды Там Классиков Там Иоанн Златоуста Василий Велик Григорий Богослов Просто блекнут По сравнению С этим Титаническим трудом Это Знаете ли Григорий Богослов Иоанн Златоуст И Василий Великий Три в одном Будем договорить Каким-то образом Уместившийся В одном Жане Кальвине И Действительно Это Великий Был Муж Божий И Годовщина Реформации Юбилей Реформации Я как-то Больше Даже Ну О нем Вспоминаю О Жане Кальвине Хотя Они с Они с Лютером Во многом Не соглашались Вспоминаем Там же И Ну Опять-таки В главном Единство Было Во второстепенном Свобода Разнообразие Во всем Любовь Самое главное Вот Как Густин Еще говорил Блаженный А так Значит Конечно Вспоминаем Анна Баптистов Валдасара Губмайера Мино Симонса О Я у Менонитов Часто бывал Проповедую В Менонитских Собраниях В частности В США В собраниях И у Амиши И у Менонитов Это очень Интересное Собрание Очень интересные Люди Вот И Конечно Менонитское Пробуждение Оно Действительно Стало Важнейшей Вехой Вообще В истории Мирового Христианства Без всякого Исключения Без всякого Сомнения Даже Просто удивительно Ну и вообще Вспоминаем Других Реформаторов Но Нельзя забывать Ни в коем разе Нам Христианам Самого Великого Реформатора В истории Вселенной Это сам Иисус Господь Иисус Христос Царь Царей Господь Господствующий Бог Богов Он есть Действительно Реформатор Самой большой Буквы Заглавной Буквы Всех букв Он есть Альфа И Омега Начало и Конец И действительно Его Реформация Это Величайшее Чудо Знаете ли Пять столетий Тому назад Господь Иисус Через Лютера Кармина Цвингли Через Анабаптиистов Он Совершал Великие Свои деяния Но Это было Лишь продолжением Его деяний Которые он Начал Две тысячи лет Тому назад Остановив Величайшую Деформацию Всего Человечества Деградацию Всего Человечества И Два тысячи лет И назад Завершилась Эпоха Тысячелетняя Эпоха Великой Деформации Всего Человечества И началась Великая Реформация Всего Человечества Недаром В Новом Завете Рассказывается Что Иисус Христос И Шуамашиах Он Есть Новый Адам Дарья Господа Но я Не буду Сейчас Более подробно Об этом Говорить Об этом Я в проповедях Своих беседах Более четко Рассказываю Конкретно И с местами И с писаний Рассказываю С примерами Из истории Но Сейчас В этом Таком Шабате Вступлении В эры Шабате Таком Хочу Благоставить Вас всех Дарьи Друзья Поблагодарить Бога Всемогущего Господина Шабата И вот Эти Библейские Традиции Пусть они Будут Наполнены Нашей Любовью Нашей Верой Прекрасно Когда И вот Это Извне Вот Эта Традиция Самада И вот Вера Изнутри Оно Воссоединяется Прекрасно Когда Наполняются Библейские Традиции Библейская Вот Это Божья Вот Это Данная Богом Традиция Наполняется Нашей И Божеской Верою Нашей Нашими И божескими Деяниями Нашей И божеской Любовью Это Прекрасно Это Прекрасно Бога Человечества Они Ля Доди Ля Доди Ли Я Принадлежу Моему Возлюбленному Возлюбленный Мой Принадлежит Мне Вот Так Слава Богу Да Друзья Братья Сестры Благоставляю Всех Вас Именем Господним Сегодня Кедуш Буду Поднимать Вот Плод Виноградной Лозы Вот И Все Нагоги Там Действительно У них И вино И сок Есть Конечно Там У них И украинская Американская Но Я Попросил Именно Израильская Именно С Израиля Чтобы было Вот И поэтому Есть даже Такая Этикетка Вот Конечно В синагоге Все дорого Но Оно Того Стоит Думаю Я Конечно Подумал Думаю Дороговато Но Все Это Будет Но Решил Посеять Эти Финансы Братьев Наших Ивлеев Решил Посеять Именно В синагогу И Люблю Синагогу Люблю Еврейский Народ Люблю Знаете ли Особенной Любовью Особенной Знаете ли Любовью Даже Пусть Это Может Высокопарно Как-то Звучит Но Любовью Господа Моего Иисуса Христа Я Многим Священникам Своим Коллегам Я Выходец Из Традиционного Православия Я не был От начала Реформатором Обновленцем Евангелистом Православным Нет Я был Традиционалистом Вот 30 лет назад Начал свое Полное служение Как говорят Полновременное служение Есть такое выражение Христианство Сейчас Тогда не было Такого выражения Ног Как бы То есть Ну На Не просто Раз в неделю Или два раза в неделю А каждый день Я уже был в храме Работал Зарплата была Там Благоставляли Так вот Значит Финансово И я Пел Читал На глиросе Пострижение В чтеца Одевал Стихарик Подрясничек Стихарик И подиаконствовал Вот Потом уже Диаконствовал Да В Рязани Как чтец Это в Орловской области И в Московской области А как уже Диакон В Рязанской области В Рязани В самой А священником В самой Рязани И в Рязанской области И в Брянской области И вот до 1996 года немного, но подрудился как именно церковный священнослужитель традиционной православной церкви Московского Патриархата. И, в общем-то, знаете ли, я прекрасно понимаю настроение вот эти антисемитские, как бы они, к сожалению, естественные для традиционного православия, к сожалению, увы. Знаете ли, парадоксально даже для меня сейчас это, мне сейчас это, моему сейчас уму этому, сегодняшнему ему это даже непостижимо, честно говоря. Как так? Дело в том, что на самом деле в православии из всех христианских конфессий, динаминаций, наибольший след библейского иудаизма, наибольшее влияние вообще библейский иудаизм оказал именно на православию. То есть из всех существующих христианских конфессий, даже старокатолики не могут так вот похвастаться таким обилием, богатством иудейского наследия, как мы православные можем похвастаться действительно древностью этих традиций очень многих. Но, к сожалению, не только много хорошего, но много и плохого взяли тоже, к сожалению, но что есть, то есть. Но, что интересно, парадоксально для меня, что с одной стороны очень много схожести, с другой стороны, даже если вы возьмете литургии православную иудейскую, допустим, традиционную, в синагогу придите завтра, в синагогу, в субботу, посмотрите сами, даже убедитесь. И в воскресенье зайдите в храм. И потом найдите, как говорится, 10 отличий. Вот. То есть очень много, больше общего, нежели расхожего-то, собственно. Вот. И знаете, дамы и господа, кстати, даже из семинарства учебник наш говорит, православный, говорил, по крайней мере, сейчас не знаю, как много учебники говорят, но наш учебник говорил по литургическому богословию, что в основе православной литургии лежит А. Храмовое служение Иерусалимского храма, то есть иудаизм, да, и Б. Синагогальное служение иудаизма. То есть оба этих источника, с которых родилась, с этих двух потоков, родилась традиционная православная литургика вообще, которая и в основе нашей обновленческой литургии, евангельской такой православной литургии, тоже, вот, значит, это вот храмовое служение Иерусалимского храма и вот синагогальное собрание служения. Вот. Но при всем при том, вот, масса отторжения, отчуждения, вражды, но с другой стороны, понятно, этот парадокс, он понятен, знаете, объясним для меня тем, что чем ближе, как бы, родня, тем больнее бывают ссоры и сложнее. Вот. Мы очень близки, православные, с иудеями, вот, и поэтому, наверное, очень сильный и конфликт, как бы, вот это вот, не знаю даже. Ну, это тема больших еще таких разбирательств, больших таких вот исследований. Вот. Но скажу одно, что я, как православный евангелист, православный реформатор, обновленец, предлагаю все усилия для того, чтобы всякого, всякого рода конфликты эти, они просто-напросто исчезли. Чтобы действительно мы видели и в себе, и в окружающих Божью святую любовь. Как вот интересно, Блажен Августин, я уже упоминал его сегодня, говорил, в главном должно быть единство, во второстепенном свобода, и в другом переводе еще есть разнообразие, мне очень нравится, разнообразие. Во второстепенном – разнообразие, а во всем – любовь. Пусть Господь Бог благостает всех вас, дорогие друзья, благоставляя во имя Господне. Иисус. 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 Благостает всех вас, дорогие друзья, из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Иисус. Предсоборный шаббат. Так вот его назовем. Предсоборный шаббат. Аминь. Благословение Господне всех вам. И по скриптам еще, если у вас терпения хватило до конца досмотреть это видео, то наберитесь уж еще минутку терпения. Даст Бог. Следующий шаббат я отмечу в Одессе. Очень люблю Одессу. И пою часто, когда бывают там, эх, ах, Одесса, жемчужина у Бога, ах, Одесса, чудес ты знала много, ах, Одесса, живи и процветай, живи, моя Одесса, и Бога прославляй. Вот так вот, и другие куплеты берем и переделываем так вот, именно в таком добром христианском стиле исполняемых там. Вот, и следующий шаббат я хочу поделиться, это будет полнолуние как раз месяца вот всего Хешмана. И я хочу поделиться словом на собрании мессианской общины, разделить радость вместе с мессианскими верующими города Одессы. Так что, дамы и господа, братья и сестры, шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом. Одесса, бой, Киев, бой, Украина, бой, Россия, бой, Белоруссия, бой, весь мир, бой, Израиль, бой, шир, халлилюя, шир, шир, хаширим, песня песней, песня любви. Шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом. Мирной субботы всем вам, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok